Молдова должна признать Россию государством-спонсором терроризма, если она считает себя частью свободного мира и в будущем видит себя членом Европейского Союза. Такого мнения придерживается депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, вице-председатель комитета ПАСЭ по миграции беженцам и народонаселению. В эфире специального выпуска передачи «В центре внимания» парламентарий поблагодарил народ Молдовы за оказанную украинским беженцам помощь. Украинский депутат заявил, что действия России в Украине можно назвать геноцидом в соответствии с положениями Конвенции ООН. Россия совершает геноцид в отношении украинцев и в этой войне. Это уже, кстати, признало целый ряд парламентов стран европейских. Это и публичное непризнание существования нашей группы, то есть украинцев как таковых, как отдельного этноса, как нации. Принудительные депортации людей, и в первую очередь детей. Это сексуальные преступления против женщин, уничтожение культурного наследия, это массовые убийства. Алексей Гончаренко родом из Одессы. Он рассказал, что жители, в том числе этого города, этой зимой подвергаются невообразимым испытаниям. Россия избрала путь на просто террор против мирного населения, который, кстати, чувствуют и в Молдове. Потому что во время российских атак подача электроэнергии, и это создает проблемы и в Молдове. Потому что самая тяжелая ситуация в крупных городах и в крупных больших домах. Представьте себе на 16 этаже жить большого дома, где, скорее всего, мини-котельная. Значит, нет отопления, куда не может закачаться вода, потому что это уже очень высоко, и нет электричества. Лифт не работает. Приднестровье, безусловно, является угрозой безопасности региона, и Молдовы, и Украины. Украина очень внимательно следит за тем, что там происходит. Мы готовы к любому развитию событий. Да, Россия готовила оттуда атаку на Одессу. Как дополнительную. Сегодня об этом речи нет, и, собственно, такой прямой угрозы Приднестровья не несет. В то же время, по мнению украинского депутата, молдавские власти должны продемонстрировать твердую позицию в отношении оценки действий России, которую Европарламент объявил государством спонсором терроризма. Я Молдова, а сегодня, как и Украина, кандидат в члены Европейского Союза. Я хочу видеть Молдову членом Европейского Союза. Ну, и это означает быть на одной стороне, с свободным миром, с Европой. Я благодарен Молдове, хочу поблагодарить, в первую очередь, народ Молдовы за то, что тысячи, десятки тысяч беженцев, в первую очередь, из Одессы, Молдова приняла в самое тяжелое время. Мы вам очень за это благодарны. Молдцу мест.